Уважаемые коллеги, в рамках проводимых в Доме Плеханова научно-теоретических семинаров Сегодня мы проведем очередную встречу, и она посвящена проблемам модернизации России и вопросам реформирования российской науки и образования На заседании предполагается обсудить три вопроса Что означает принятый закон для ран в целом и для российской науки? Чего можно ожидать во исполнении этого закона в ближайшие месяцы? Что следует делать ученым, НИИ и общественным организациям ученых в связи с принятым законом для сохранения российской науки? Каковы ожидаемые перспективы ран и российской науки, и как к ним целесообразно готовиться? Этот доклад мы делали, я делал 2 октября и убедился, что члены Совета безопасности, как и, похоже, вообще все правительство, не любят нас Было довольно жесткий прием, но, тем не менее, они, в общем, приняли решение, которое поддерживает нашу позицию о том, что, так сказать, страна в опасности То есть мы заявили, что положение с лженаукой до такой степени пронизало все общество, что отравляет не только, не только совершенно вергло сознание нашего населения в средневековье, но и уже отравляет верха Потому что эти верха начинают принимать совершенно неадекватные решения И в качестве примера приводились использования там ясновидящих экстрасенсов для решения государственных вопросов в том числе Все это, конечно, не могло нравиться, но, тем не менее, это было учтено и было вынесено такое решение А что касается вот той повестки, о которой сейчас идет речь, то, если позволите, я прочитаю открытое письмо правительству Российской Федерации, которое я вчера получил по электронной почте И это письмо предлагается как можно шире распространять Это члены клуба 1 июля, организаторы, это Рубаков и Кулешов подписали это письмо И насколько я полагаю, что оно уже, наверное, помещено в Троицком варианте Мне оно пришло вчера, и оно имеет не больше двух дней от роду Поэтому, может быть, я его все-таки прочитаю Письмо такое, открытое письмо правительству Российской Федерации о проекте положения Федеральном агентстве научных организаций И дальше пишется следующее Опубликованный на правительственном сайте проект положения Федеральном агентстве научных организаций, ФАНО Снимает все сомнения о намерениях власти по отношению к Российской академии наук Двоеточие Налицо окончательное искоренение принципов самоорганизации фундаментальных научных исследований Передача руководства академическими институтами В бесконтрольное управление чиновниками С изъятиями последующей приватизации имущества, находящегося сейчас в пользовании институтов Пропагандистская пыль, присутствовавшая при обсуждении закона А именно освободим ученых от несвойственных им функций управления имуществом Или нельзя совмещать в одном лице функции исполнителя и заказчика научной продукции Наконец-то пыль осела и научная общественность видит в опубликованном проекте подтверждение своих самых худших опасений В доказательстве приведем лишь несколько цитат из опубликованного проекта положения Дальше, цитаты ФОНО осуществляет функции, направленные на повышение эффективности деятельности организаций, находящихся в ведении Российской Академии Наук Пункт первый Авторы пишут Следите за руками В законе были прописаны лишь функции по управлению имуществом Второе ФОНО утверждает государственные задания на проведение фундаментальных научных исследований Интересно, а откуда эти задания изначально берутся? Что за высшая научная инстанция их формирует? И чем подтверждается компетенция неизвестных нам и чиновников ФОНО, якобы способных эти задания рассматривать и утверждать? Пункт третий Проводит оценку эффективности деятельности подведомственных организаций Как и кем? Четвертое Проводит изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, закрепленного за организациями агента Цитата пункта Изъятие, комментирует автор Но хотелось бы знать, в чью пользу? Ответ на этот вопрос делает следующий пункт, в котором появляется волшебная ласкающая слух слова приватизация Пункт пятый По отнесенным к компетенции агентством вопросы, в том числе вопросы приватизации, распоряжения и управления федеральным имуществом Ну а чтобы поставить на поток робко начатый предыдущим руководством Академии процесс отчуждения академической земли и строительства на ней апартаментов класса люкс В положении введен пункт, позволяющий полностью эту схему легализовать Пункт шестой Осуществляется голосование условий инвестиционных контрактов Привлечение внебюджетных средств для реализации программ и проектов в области использования и управления федеральным имуществом Прописанные в положении правила назначения директоров института создают иллюзию демократической процедуры Но для строптивых коллективов легко обходятся назначением на неопределенный срок исполняющих обязанности Напомним, что не имеющие защитного барьера отраслевые институты были полностью уничтожены назначениями на должность гендиректоров людей случайных и не имевших никакого отношения к профессии Экономистов, переводчиков, спецслужбистов, бухгалтеров, да и просто выпускников третьеразредных вузов Взаимодействие же с РАН во всем тексте положения прописано вообще как некая ритуальная процедура В основном в форме, цитата, с учетом рекомендаций РАМ Или через так называемый научно-координационный совет Прошу прощения, сейчас я выключу, что-то помните Взаимодействие же с РАН во всем тексте положения прописано вообще как некая ритуальная процедура В основном в форме, цитата, с учетом рекомендаций РАН Или через так называемый научно-координационный совет В состав которого предполагается ввести некоторое количество сотрудников институтов и членов академии Понимая, однако, как работает система, нельзя сомневаться, что совет в итоге окажется полностью управляемым И даже присутствие в нем определенной доли умных и порядочных людей ничего не изменит по существу А только послужит прикрытием ликвидационных и приватизационных решений Об отношении автора положения к научным сотрудникам и другим работникам института красноречиво Свеятельствует практически полное отсутствие в тексте упоминания о социальной сфере Кроме, что характерно, ритуальных услуг Ясно, что это обернется уничтожением системы социальных учреждений Худо-бедно существовавшей в академии И полным социальным бесправием сотрудников института Какой уж тут особый пенсионный фонд работникам науки О котором шли разговоры накануне реформ Итак, поздравляем вас, товарищи, с созданием Миннауки Будем теперь ждать появления Министерства правды, Министерства любви И далее по списку, ведь вы все это знаете Кулешов, Рубаков Просьба, Азослана с просьбой распространять Да, я тоже получил это Все, спасибо, я на этом закончу Значит, я хочу прочесть тоже, чтобы это было быстрее Пресс-релиз о том, что, значит, состоялось 8 октября 2013 года в Москве в Институте проблем передачи информации РАН Директор моего является Кулешов, который первый подписавший Здесь академик Состоялось собрание представителей научных сообществ, разделяющих общие цели развития науки в России На приглашениях комитета откликнулись Конференция научных работников РАН Она состоялась 29-30 августа в Москве Я участвовала примерно 2,5 тысячи Я представлял, это тоже из Петербурга был Там было представительство такое неофициальное Но я ездил официально Командировка от Политехнического университета С согласованием с заместителем ректора Провектором по научной работе Я там выступал Потом, может быть, в следующий раз я скажу, о чем я говорил Вот На конференции научных работников Клуб 1 июля Это вот академики Первые три подписавшиеся Это Захаров, Кулешов и Рубаков Профсоюз работников РАН Там присутствовали несколько человек оттуда Совет молодых ученых РАН Общество научных работников Там представляли двое из Москвы Общественный совет и совет по науке По каждому из них было по одному человеку Санкт-Петербургский союз ученых Представляли Сергей Васильевич Козырев И ваш покорный слуга Российский координационный комитет Профсоюзных организаций научных учреждений РКК «Наука» Общественное движение «Сохраним науку вместе» И научно-образовательная колонна Это очень интересная организация Созданная молодыми ребятами С колоссальнейшей энергией Да, и они вообще очень серьезные И там их тоже приняли Причем надо сказать, что последние две организации Даже три не были приглашены Просто пришли и пригласили еще Российскую ассоциацию содействия науки Но Велихов не отказался Послать своих представителей Ну, почему я тоже сейчас не хочу об этом говорить А вот там было еще пригласили Академию наук РАН Я потом скажу Их не было представителей Но это было скорее недоразумение То есть официальных представителей Президиума Российской Академии наук не было Но потом я скажу, что дальше произошло Собравшиеся учредили Совет научных сообществ Причем от каждой из этих организаций Вошло с правом решающего голоса Два человека Так что мы как раз с Александром Николаевичем Козырем Вошли туда Надо сказать Сергеем Васильевичем Александром Николаевичем тоже Я его хорошо знаю Я просто оговорился Вот Причем надо сказать, что здесь очень важно Первое Что мы единственные были Кто приехали То, что называется Официально с мандатом У нас была бумага Подписанная председателем проявления Санкт-Петербургского союза ученых Андреем Леонидовичем Тимковским Что нас командирует Это было согласовано Вот И с Двумя другими сопредседателями союза ученых Потому что Сергей Васильевич Козырев Он сопредседатель союза ученых Вот Так Нас в своем первом заседании Совет Создал комиссию общественного контроля За ходом и результатами реформ В сфере науки В составе Координатов рабочих групп Созданы пять рабочих групп И секретариата В секретариат вошли Захаров Калинушкин Это председатель профсоюза Кулешов Рубаков и Сафонов Это представители молодых ученых Сначала предлагалось только троих включить Но потом добавили профсоюз и молодежь Вот Учреждение Совета научных сообществ И создание комиссии Поддержано Президиумом Российской Академии Наук Это официально поддержано В работе Совета будут принимать участие Представители Президиума РАН С совещательным голосом Основные задачи комиссии Я хочу сказать Что у меня бумага Где наше предложение Сергею Васильевичем И практически почти в каждый пункт Вставили наше предложение Я немножко скажу Какие это были предложения Вот Основные задачи комиссии Как сейчас они формируются Первое Введение хроники преобразований в институтах Подведомственных ран До вступления в силу закона номер 253 ФЗ Информирование обществу о ходе и результатах этих преобразований Мониторинг соблюдения демократических процедур в институтах Начало было только насчет выборов Мы считали, что более широко нужно Вот Второе Оценка эффективности научных коллективов На основе профессиональных критерий Анализ принципов и практики кадрового отбора научных администраторов Вот это пункт, который мы как раз предложили Насчет администраторов Третье Анализ и оценка нормативно-правовых актов Инструкционных документов Имеющих отношение к сфере науки Это не ограничивается ран Тоже существует Четвертое Обеспечение юридической поддержки Научных сотрудников лабораторий и институтов В связи с проводимой реформой Квалификационные оценки случаев нарушения профессиональной этики И, наконец, последнее Организация мероприятий, связанных с информированием общества О ходе и результатах преобразований в сфере науки И выражением отношения к ним Значит, наше предложение было не ограничиваться ран Добавить сюда обязательно вузы Здесь упоминание о вузах И второе То, что происходит в институтах культуры, тоже совершенно недопустимо Комиссия начинает работу со дня учреждения И будет прилагать все усилия для решения поставленных задач В связи с этим комиссия считает необходимым требовать предоставление ей проектов, законов, подзаконных актов и иной нормативно-правовой документации, относящихся к реорганизации ран и другим преобразованиям в сфере науки для проведения их общественного обсуждения Вот такой короткий документ Значит, что следует ожидать сейчас? Ну, на первых порах можно ожидать определенного хаоса в институтах Академии наук и нервозности Поскольку все понимают, что для того, чтобы выполнить указания о подъеме зарплаты в два раза сотрудникам институтов, надо будет сократить значительную часть работающих Это, бесспорно, вызывает нервозность Уже на первых порах работа перестанет быть стабильной для институтов Что следует делать ученым НИИ? И вот тут есть определенные моменты, которые высветили последние события в научной среде Есть позиция, которую разделяют часть академиков, близких к руководству Академии наук Означающая необходимость, примирившись с ситуацией, с принятием закона, работать с правительством, работать с администрацией президента И минимизировать ущерб Есть другая позиция, которая говорит о том, что всего, чего мы добились или добиваемся, даже тех мельчайших каких-то уступок Это результат борьбы и результат неожиданного для руководства страны сплочения научных работников Которое вызвано вот этим грубым, импульсивным действием руководства страны по отношению к науке Если это так, то только борьба, только жесткая позиция, такая же, какая она была на митингах до принятия закона Может что-то дать И вот здесь мы читали последнее время, еще перед письмом, которое только что было зачитано Различные резолюции разного рода совещаний, собраний, митингов Вот две резолюции очень характерны Одно это решение руководства РКК, то есть руководства профсоюзной организации, которые включают в себя институты внеакадемические Где прямая критика, такая легкая, мягкая, но критика тех академиков, которые идут, по-прежнему занимают позицию обороны И предлагается снять эту позицию с повестки дня Заниматься только наступательными действиями Требовать уважения к науке, уважения к ученым, которого сейчас со стороны руководства нет Вообще говоря, такого рода отношения руководства страны к Академии наук, наверное, не было со времени ее создания В общем, и цари, и правительство советское занимало в целом по отношению к науке другое отношение Другая была позиция Вспомним хотя бы, что создание институтов физико-технического и оптического произошло в 1918 году, когда вообще ничего не было Всего не доставало, страна была в жутком положении, гражданская война, а институты были созданы И Павлов, академик Павлов, гордость российской науки, Нобелевский лауреат При всех своих оппозиционных высказываниях получил все, что можно было ему дать и что он требовал Так что это другое было отношение Теперь, что нужно еще сделать обязательно Раз уж так, раз Академию критиковали за неэффективность То нужно требовать признания от руководства, делового признания Грубейшей, просто преступной ошибки, связанной с уничтожением отраслевой науки Всякая эффективность результатов фундаментальных исследований определяется превращением их в технологические схемы и в технологии Этим занимались и очень интенсивно занимались все годы, на всяком случае и до войны, особенно после войны Отраслевые институты, была создана великолепная система, наша отечественная система, которую очень высоко ценили на Западе Связь институтов фундаментальных исследований с институтами отраслевых исследований и заводскими лабораториями и конструкторскими бюро Вот это приводило к тому, что, вот я знаю по системе, по отрасли строительных материалов Было признано, что в 70-е годы советская цементная промышленность была наиболее технологически высокой по уровню, вообще по качеству работы, по качеству продукции Это было признано всеми К нам приезжали в институте про цемент американцы и говорят, мы вам завидуем, у вас есть опытный завод, у вас возможно все экспериментируют То, что вы получаете от института прикладной химии, вы можете тут же, из института химии и силикатов, тут же посмотреть, как это будет в действии Потому что все это у вас под руками И это уничтожено, на месте опытного завода работает фабрика по получению пельменей и чего-то еще продуктового Вот это характерно, это второе требование И теперь перспективы Ну перспективы очень плачевны, если не будет продолжаться тот настрой, та требовательная атмосфера, которая была нами видна последние недели Спасибо Вот оценка, что означает принятый закон для РАН и в целом для российской науки Предварительно мы все, основная часть академического сообщества называла этот закон губительным Значит, и это было понятно, потому что основная мысль была в том, чтобы передать управление научными организациями чиновникам, администраторам, эффективным в кавычках менеджерам И понятно было, что в науке это как раз означает погибель, потому что наука по определению та часть общественной деятельности, которая занимается тем, что неизвестно, должно открыть Поэтому задания там формируются весьма условно, контроль тоже осложнен, он может выполняться только профессионалами и только на неформальной основе Вот что принципиально А, соответственно, любое бюрократическое, неакадемическое учреждение будет выполнять как раз наоборот, по формализуемым критериям, максимально стараясь, значит, себя защитить Подробным прописыванием того, что надо получить, и потом отчетность по пунктикам, вот получено или нет, и на сколько процентов получено Значит, это уже губительно для науки Значит, но действительность, вот олицетворенная сейчас в проекте вот этого положения Афано А хорошее дело таким словом не назовешь, так сказать, оно этимологически близко к слову фановой Значит, вот она оказалась, пожалуй, даже хуже, чем можно было ожидать Прежде только я хочу сказать, что эта действительность реализовалась благодаря тому, что администрации нашего высокоуважаемого президента страны удалось обмануть общественность За два дня до, значит, подписания закона где-то появилось сообщение в прессе в интервью с президентом, который твердо сказал, что все поправки, предложенные комиссией, президиумом Ран, Фортовым, согласованы Кроме одной Кроме одной Скорость слияния трех академий Вот, дескать, там, так сказать, ограничили это дело не тремя годами, а меньше, кажется Фактически, как раз в три года, по-моему, и прошло А самый ужасный пункт, значит, как мы понимали, о передаче институтов в руки вот этого еще не сформированного фанового агентства, вот его не будет И оказалось, что он-то как раз остался, значит, а такие менее существенные пункты, поправки были приняты, значит, и вот поэтому чего ждать Вот, так сказать, я сейчас попытаюсь проиллюстрировать, и это сейчас уже очень важно, потому что до 26 числа, а лучше раньше, мы должны направлять свои предложения и оценку вот этого фано, значит, положение фано, частично это уже сделано Вот, зачитано было письмо Рубакова, значит, надо разобраться в том, что там есть, но, к сожалению, недостаточно его просто отклонить, вот то, что сделали академики Они сказали, что это ловкость рук, и его надо выбросить, грубо говоря, это на самом деле не так, мы попали в другую ситуацию, вот это надо четко понять, значит, я хочу этим дополнить то, что говорит Иосиф Григорьевич Значит, закон принят, научные работники, люди законопослушные и верные граждане своей страны, значит, мы будем его выполнять, это первый пункт, совершенно очевидный Второй пункт, мы будем бороться там, где можно бороться, где от нас требует наша гражданская позиция и там, где позволяет закон, и теми методами, которые позволяет закон Мы это будем делать, ученые, значит, борьба продолжается, сейчас часть ученых как-то дезориентирована, закон принят, вроде бы и делать нечего, руки связаны, это не так Как раз руки развязаны, мы теперь поняли, что нам предлагается, вот документы, и мы должны всеми доступными средствами, а средств очень много, значит, отстаивать то полезное, что есть И бороться против того недопустимого, гибельного, так сказать, что тоже есть в этих проектах А теперь я, значит, позволю себе немножечко подробнее об этом положении, о фановом агентстве Значит, по нему, что поручено, так сказать, агентству, можно понять, потому что как мало, как мало в сущности функции отведено Российской Академии Наук Я перечислил 7 пунктов всего, где упоминается Российская Академия Наук В каком виде, в формате? С учетом рекомендаций Российской Академии Наук Какие же это решения? Рекомендации по бюджетным корректировкам Чисто формальная, так сказать, вещь, ну, где-то суммы, так сказать, которые нужны на науку РАН напишет свою цифру, значит, а вот как их учитывать, так сказать, увеличивать в плюс или в минус, решать будет вот это самое фановое агентство Второе, это агентство определяет направление фундаментальных исследований с учетом рекомендаций То есть, значит, определяет это агентство, а вот с учетом рекомендаций Совершенно очевидно, что как раз центральная эта роль здесь должна была бы принадлежать Никоим образом не агентству, значит, и никаким чиновникам, а куда существенно более высокого уровня органам Государственным и действительно с учетом, так сказать, предложений и рекомендаций Академии на уровне, так сказать, Совета обороны и более высокого уровня документы Органы должны решать этот вопрос, но никак не некая, так сказать, бюрократическая структура весьма низкого уровня Далее, значит, РАН участвует, так сказать, с учетом рекомендаций расходы на нее утверждаются Утверждает их, конечно, это агентство, но с учетом рекомендаций То есть, те члены призема РАН, которые являются директорами институтов, смогут как-то Какие-то свои институты немножечко, может быть, чуть-чуть подкорректировать Но не более того, как вытекает из формулировок Четвертый пункт, значит, с учетом рекомендаций РАН формулируется госзадание НИИ Утверждаются они все равно этим самым фандовым агентством Это, конечно, вообще поразительно, о том, что конкретная плановая работа науки Начиная с уровня госзадания по стране в целом и кончая конкретным институтам, а, может быть, лабораторий Утверждаться будет чиновниками, а рекомендации академиков и академической структуры будут только учитываться Пятый пункт – рекомендации по проведению исследований Это опять совершенно непонятный пункт, очень широкий Только учитываются, а организация исследований непосредственно будет заниматься ФАНО Ну, наконец, совсем, значит, пункты, имеющие отношение к тому, что к прихватке собственности, к прихватыванию Согласование положения закрепления имущества И, наконец, согласование кандидатур руководителей, назначает которые ФАНО Но коллективы при этом их избирают Вот такой оригинальный, так сказать, трехголовый змей Горыныч Где, значит, коллектив должен избрать, но только из тех, кто согласованный РАН и назначенный ФАНО Вот попробуйте себе представить эту процедуру Ее не то, что обходить не надо, ее обойти можно, ее и обходить не надо Ясно, что все определяют бюрократы Есть второй, то есть РАН фактически поставлен в условия, так сказать, наблюдателя и жалобного советчика Второй пункт, второй орган – научно-кроизоляционный совет Казалось бы, ученые из четырьмя групп составлен представители от РАН, от общественности, от институтов и так далее И 25% назначается, значит, из ученых И вот что же эта, так сказать, мощная группа ученых, какие функции отводятся? Она тоже только согласовывает предложения о реорганизации и ликвидации НИИ То есть ей предложен список, она может согласиться, может не согласиться Ну вот, так сказать, и всего лишь Значит, отдельная группа ученых, подчеркиваю, не орган типа президиума РАН, который знает всю картину А лишь вот некий совет, составленный таким образом Он будет съезжаться, так сказать, на сессии свои, допустим, четыре раза в год И вот он должен принять решение Значит, подготавливает его фановое агентство Второе – согласовывать внешний аудит Вот как это сформулировано, значит, и аудиторов или согласовывать, или результаты, или процедуру Очень непонятная функция, но во всяком случае крайне поверхностно прописанная Согласовывать предложения по уточнению тематики Откуда берутся эти предложения, и как оно их согласовывает для 500? Не только в РАН, значит, примерно столько же в РАСХАН Значит, порядка 1500 только институтов, по-видимому, оно должно будет согласовывать Вот эти ученые, и еще, наверное, тысяча организаций по опытных хозяйств Значит, заводов опытных и так далее, которых великое множество тоже Которые тоже относятся к РАН Ясно, что это по неволе вынуждено будет делать формально Оно согласовывает предложения по уточнению тематики, как я сказал И согласовывает программы развития НИТ, то есть некие социальные, так сказать, планы Вот и все При этом уже сразу же в этом самом фановом агентстве заявлено Что будет произведено деление всех учреждений и организаций на три категории Бюджетные, казенные и автономные Значит, так сказать, ориентируясь на терминологию Понятно, что бюджетные те, которые стабильно получают что-то То есть менее стабильно как раз, но получают бюджетные деньги Казенные это те, кто, ну уж кого казна обеспечивает И, наконец, автономные, это те, которые плавают автономно Значит, третий сорт, так сказать, ну, поможет им государство, не поможет Они должны зарабатывать автономно себя сами То есть сразу же прописана процедура, которая, терминология, которая открывает путь К процедуре ликвидации и сокращения НИИ Значит, что надо в свете этого делать с этим? На мой взгляд, совершенно очевидно, что научное сообщество должно Не отлеживаться, так сказать, до следующего закона, который будет принят А наоборот, тщательно изучив вот это постановление Выдвигать свои предложения по сути А что по сути? В науке мало сформулировать задание или какую-то программу Значит, важно ежегодно отслеживать результаты Это вообще такая функция забыта авторами, они не понимают этого Так сказать, важно принимать качественно результаты И на основании этого уже можно оценивать работу Осторожно очень, потому что по результатам года никак нельзя Окончательно сделать вывод И делать выводы о дальнейшем Нужна процедура, так сказать, оценки дальше по результатам года И стимулирование научных работников, лабораторий, институтов и так далее То есть вот важнейшие функции, без которых просто нет управления наукой Это не управление строительным комплексом Где дал задание, дал деньги, они там сами себе наймут Это совершенно другая задача Значит, не прописаны, и вот эти функции должны быть прописаны Не с учетом рекомендаций, а так, чтобы РАН и научно-кредитационный совет Играли решающую роль в этом вопросе В формулировании заданий, в приеме заданий И в формулировке следующих этапов работы Значит, совершенно очевидно, что это недоступно Сделать квалифицированно никаким чиновникам фанового агентства Значит, вот на этом надо настаивать Это надо прописывать в позитивном плане Вот это та минимальная программа Дальше Мы должны оживить свои организации Вот мы являемся, так сказать, я председатель Санкт-Петербургского союза ученых В координационный совет входит 21 человек А у нас в организации 1200 Но мы, к сожалению, пока вот так слабо научились работать Что мы даже нерегулярно информировали до сих пор вот эти 1200 человек Это мог бы быть мощный отряд Мы выводим на митинги, законные разрешенные митинги, 200-300 человек по всему городу Какой позор! Это наиболее активные социально люди отчасти Потому что так мы работаем Мы не умеем, мы должны информировать минимум 2-3 раза в неделю людей Делать их своими сторонниками А так они пребывают неведние Они смотрят эти самые телевизионные фильмы фальшивые Где руководство ран, так сказать, с грязью смешивается и так далее Нам надо изменить отношение к работе Если необходимо, нам надо Ну, тем людям, которые привыкли работать по-старому Они должны измениться, может быть, уйти И дать дорогу тем, кто готов работать Так как нужно работать в современном режиме Наша задача – отстаивать интересы науки, отстаивать интересы страны А для этого надо удвоить, утроить, удестерить усилия по сравнению с мирным, так сказать, периодом Ну вот пока, на данный момент, спасибо Первое, что произошло, на мой взгляд, разумеется Здесь все только свои личные точки зрения представляют В своё время небезызвестный классик, который одним нравится, другие его ненавидят Но это я ещё помню со школы, с уроков литературы Вот у него такая фраза была в одной из статей, если я, так сказать, ничего не перевираю В том, что сорваны все всяческие маски Так вот, этот период, ну так получилось Тут, так сказать-ка, сложились обстоятельства И действия тех, кто был в этот конфликт вовлечён Это действительно конфликт был Вот эти маски были действительно сорваны То есть, ну не всё общество, конечно, но часть общества воочию убедилась Кто есть кто, кто какие позиции занимает Кто какие слова говорит и насколько эти слова расходятся Или наоборот сходятся с делом Ну и, к сожалению, вот получается так, что некоторые, так мягко скажем Некоторые слова представителей власти И, так сказать, тех, кто в правительстве находится и выше Они не всегда совпадают с тем, что делается Вот только что упоминалось, что было сказано одно, а сделано другое Ну, можно, конечно, сказать, что это сослата на то, что это тысячелетняя традиция Российского государства Какие-то другие, так сказать, объяснительные найти или оправдательные вещи Но, на мой взгляд, это всё очень печально И это констатирует, что мы движемся куда-то не туда Вот как страна, как общество, как-то в каком-то не том направлении Значит, второе Вот, почему я сказал, что это печально Потому что следствием этого стало в том числе То есть много здесь следствий всегда Когда камушек падает, потом идёт какая-то, не дай бог, лавина То она неизвестно куда повернёт Тут ряд факторов Так вот, одним из следствий вот этой ситуации Стала потеря всех иллюзий Вот даже, по-моему, на сайте этой конференции Научных работников там тоже И в ряде интервью, если не ошибаюсь И Черечнев об этом говорил И вот уважаемые три академика Там в разных интервью Фактически об этом же говорили Что иллюзии утрачены Ну, может быть, они не у всех утрачены Да, да, я их имею в виду Может быть, они не у всех, конечно, научных сотрудников Утрачены кончательно Тут можно спорить, конечно И уж тем более они далеко не у всего населения утрачены Хотя, если, так сказать, только в интернете читать То там уже давно никаких иллюзий не осталось, наверное Но, тем не менее, на мой взгляд, это факт Что я имею в виду Что если раньше многие, в том числе и многие академики В президиуме, наверное, многие считали Что можно вот как-то по-хорошему, так сказать Сесть за стол переговоров там Или как-то списаться, созвониться И найти какой-то консенсус, компромисс То, к сожалению, вот эти три месяца показали И даже сейчас не буду Не могу сказать, на каком именно сайте Но там даже такая статья Или в блоге это было Значит, такая фраза прозвучала Путин не способен вести переговоры Вот что-то в таком духе Значит, ну, это, естественно, на, так сказать На ответственности и совести автора Который эту фразу употребил Но, значит, что вот мы в реальности Чему оказались мы свидетелями Об этом писали, кстати, в предыдущем письме Те же вот академики И когда еще обращения от имени конференции Резолюции принимались, значит Ученые ведь ничего особенного не просили Ни от власти и ни от общества Единственное, что они просили, это А, значит, чтобы их поняли их позицию Вернее, наоборот А, чтобы их выслушали как следует В том числе с предоставлением Ну, насколько это возможно, разумеется Ученые не могут ничего диктовать Но, насколько это возможно С предоставлением средств массовой информации Не для того, чтобы, так сказать, Как теперь выражается Самим себя пиарить Для того, чтобы граждане страны Поняли действительную позицию Которую занимают ученые Причем вот со всем тем разнообразием Которое в научном сообществе существует Б. Чтобы по возможности Не только власть Там во всех ее ипостасях Исполнительная, президентская, значит Законодательная, но и обычные граждане Поняли, значит Почему ученые так возмутились Чего же они на самом деле хотят И за что они на самом деле борются Почему они, так сказать С такой настойчивостью С такой целеустремленностью Можно даже сказать Не побоюсь этого слова В определенном смысле Даже с таким мужеством Отстают эту свою позицию Идя в определенном смысле Наперекорд тому, что спускается сверху Почему? Что вот? С чего они, так сказать? А именно по одной простой причине Я вот не устаю это повторять Где только могу И еще раз повторю в телекамеру Что большинство научных работников Российских убеждены Что без науки Россия, как выражается В простом народе Кранты или крышка И у страны не будет никакой перспективы Никакие ни деньги Ни западные специалисты Завозимые Я имею в виду Зарубежные специалисты Ни с запада, ни с востока Ни с марса, ни откуда Они ничего По большому счету Для страны не дадут То есть какие-то точечные вливания Может быть они даже и полезны В каком-то смысле В том числе приглашения специалистов Здесь, как всегда, мы идем через Сахалин Это известная, опять-таки, российская традиция Которая, не знаю, ни одно столетие продолжается В разных формах, с разными перерывами И, к сожалению, вот так получается Что общество фактически Не смогло услышать эту позицию ученых Ну что-то там потом публиковалось И на сайтах, и в газетах Но большая часть информации Которую, вот я специально за этим следил Которая шла по основным телевизионным каналам На мой взгляд, просто позор Для наших средств массовой информации Могу это сказать открыто Это позор, абсолютно В том числе и в целом Как бы для журналистского сообщества Потому что очень многие вещи Вот тут упоминался, наверное, Давид Беркович, вы напомнили Фильм «Диагностика рана» Это просто фальшивка Откровенная, грубая Которая сделана за деньги Там это все в интернете было Там целый ряд передергиваний И вещей, которые с точки зрения Ну, если можно так выразиться Нормальной журналистики Просто недопустима Но этот фильм прокрутили Многие люди, значит, которые Обовсе не обязаны разбираться В тонкостях науки В тонкостях взаимоотношения Власти с учеными И с чего они там, значит, Спорят и обсуждают Они фактически вот на этот В кавычках такую подделку На этот ширпотреб ориентируются И, наконец, что самое важное К сожалению, мне так кажется Может быть, я ошибаюсь Но мне так кажется Что по большому счету Власть так и не услышала ученых Или, может быть, не захотела услышать Это уже, так сказать, проблема Отчасти власти Но, как мы знаем Любая проблема власти Становится тут же проблемой Всех остальных граждан Не все проблемы граждан Становятся проблемой власти Это да А вот любая проблема власти По одной простой причине Потому что, что такое власть Помимо всего прочего Это та управляющая структура Которая несет ответственность За все те сферы За которые она и по Конституции отвечает В соответствии с законом Ну и просто по совести Так сказать, в каком состоянии Находится страна В каком состоянии Находится ее экономика В каком состоянии Находится ее политическая сфера Так сказать, гражданское общество И все остальное По большому счету В конечном счете За все за это отвечает власть Вот мой директор В моем институте Он всегда на дирекциях На ученом совете На общих собраниях Говорит Поймите, что в конечном счете Директор В конечном счете Отвечает за все он Почему? Потому что он для того И поставлен директором И соответственно Должен выполнять те задачи Которые стоят Перед этой организацией Ну и наконец Третий пункт Тоже очень важный И пока на этом я бы закончил Стоит в том Что это тоже отчасти Как сказать Как шутил один киногерой В каждом качестве человека Вернее, каждое качество человека Оно и положительное И отрицательное одновременно Все зависит от обстоятельств Так и здесь В научном сообществе И к сожалению Боюсь за тем Это может произойти И в целом В активном гражданском обществе И в обществе в целом Произошло некое размежевание Ну вот Условно говоря Если взять Как бы крайние точки спектра Об этом уже Мои коллеги сказали Это две крайние такие Ну условно говоря Конечно Еще раз подчеркну Условно говоря Две крайние позиции Это позиция охранительная Или оборонительная Можно какие-то другие эпитеты Подобрать Пассивная Пассивная Там неважно Которая состоит в том Что несмотря ни на что Мы люди маленькие Мы должны Исходя из того Что нам сверху спустили Мы должны С этим соглашаться И пытаться Вот что-то там Как-то выжить Да что-то защитить И так далее К сожалению Эта позиция Может быть она искренняя Может быть она Лукавая такая Она тоже является Наследием Даже не столетней Наверное тысячелетней Российской традиции Когда что сказали Сверху То мы исполняем Что там сказали Как бы не важно А как мы исполняем И как исполняем Тоже не важно Еще один важный аспект Вот мы все В Европу стремимся Ну на словах По крайней мере И пытаемся Как-то подражать Я не всегда умела Часто так сказать Не буду сравнивать Очень не умела Заключается в том Что если мы посмотрим На Европу Вот сейчас я один вам Пример такой проведу Там все-таки Власть можно критиковать Ну понятное дело Там в определенных рамках Соблюдая определенные правила Юридические Приличия Просто некие Моральные Этические И культурные нормы И так далее Но тем не менее Можно соблюдать Это Так сказать То что снизу Должны люди делать В том числе Обычные граждане И все это нормально И правильно Но с другой стороны Власть там соблюдает Опять-таки Тоже не абсолютно Конечно Все везде относительно Но в определенных рамках Опять же Исходя из закона Культурных традиций Христианских норм Или мусульманских норм И так далее У нас К сожалению До сих пор Этой связки нет И в этом Одна из основных Бед современной России Что я имею ввиду Если вы помните Журналисты наверняка Помнят Был По-моему Даже в этом году Или в прошлом году Скандал в Германии Когда один Из высокопоставленных Чиновников Министр Был уличен в том Что часть Только часть Причем небольшая часть Его диссертации Списана И скорее всего Это не он сам списал Значит Что произошло В Европе В которую Мы стремимся Или по крайней мере С которой мы Как партнеры Собираемся Так сказать Сотрудничать А если мы Собираемся сотрудничать Об основные Какие-то принципы Должны быть Везде одинаковые Этот министр Вынужден Был сам Подать в отставку Значит Что произошло У нас Когда вот Общество Уважаемое Общество Научных работников Фактически Уличило 24 Или 25 Депутатов Я могу ошибиться Фактически Уличили в том Что Мягко говоря Две трети Их диссертации Списаны Что они Услышали в ответ Один из Уважаемых Депутатов Сказал Что это все Шантаж Почему шантаж С них же Не требовали Ни денег Не вернуть Квартиры Даже Диссертации Не требовали Поважить На стол Да Ну Значит Можно по-разному Конечно Трактовать Но я к другому Так вот Наверное В этой ситуации В Западной Европе Все эти депутаты Сами бы сдали Тут же свои мандаты Ну может быть Не в первый день Там во второй На следующую неделю А та партия Которая Членами Которая не является Должна была бы Сделать соответствующие Выводы Ну у нас традиции Другие Что сделаешь С этим и живем Так все пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok